Всем привет! Сегодня мы опять вернемся к самым основам Рэда и построим простейший игровой автомат. Выглядит он примерно следующим образом. Внизу у нас сбрасыватель, в который мы помещаем наши виртуальные жетоны, ну допустим в данном случае это слитки железа, нажимаем на кнопку, по одному жетону игровой автомат забирает, если мы победили, то загорается лампа и выдается приз. Как вы можете видеть, данный игровой автомат может стакаться через один блок и давайте попробуем его вдействовать. Здесь определенное количество жетонов, 51 слиток железа, нажимаем на кнопку один раз и мы ничего не выиграли. Как можно видеть, один жетон у нас забрали. Ну давайте попробуем еще раз, шансы у этого автомата достаточно велики и вот на третий раз мы выиграем один слиток золота. Сразу возникает логичный вопрос, что будет, если вот сюда положить какой-то посторонний предмет вместо нашего официального жетона? Отвечая, в данном случае ничего страшного не произойдет и предмет просто нам вернут обратно. Ну и теперь давайте подобный механизм построим. Начнем мы с установки блоков. Следующим образом, вот так. Далее ставим два сундука, отступаем два блока вот здесь, ставим один сундук и по диагонали второй. Затем поднимаемся чуть-чуть выше вот сюда и устанавливаем полублоки в верхней позиции. Вот так. Далее ставим четыре блока вот здесь, то есть поднимаемся на высоту четырех блоков, устанавливаем полублок в верхней позиции вот здесь и этот блок тоже можно убрать. Затем займемся установкой сбрасывателей. Один у нас сбрасыватель будет вот здесь и направляется он в центр механизма. Второй сбрасыватель ставим вот сюда и направляется он вверх. Далее поставим несколько хопперов. Все хопперы направляются в сторону сундуков. Один здесь, один здесь, один напротив полублоков и один напротив сбрасывателя. Вот таким образом. Затем редстоун. Устанавливаем компаратор сюда, два кусочка редстоуна здесь и один вот здесь. Внизу ставим повторитель без задержки, здесь ставим красный факел и теперь возвращаемся вот сюда. Устанавливаем еще один хоппер, направляться он будет вниз. Далее от нашего верхнего сбрасывателя продлеваем цепочку из блоков вот сюда и ставим еще один сбрасыватель вот здесь на расстоянии одного блока. Затем нам понадобится лампа, устанавливаем ее перед сбрасывателем, еще один компаратор вот здесь и два кусочка редстоуна здесь. Все что нам осталось это поставить кнопку вот сюда на вот этот сбрасыватель. Это уровень нашего пола вот на этом уровне. Здесь будет находиться игрок и все что нам осталось это зарядить наш механизм. А потом мы посмотрим как он работает. Для зарядки механизма вот в этот хоппер нам следует поместить 6 предметов, которые будут обозначать нашу валюту, то есть наши виртуальные жетоны и 4 переименованных таблички заполняют оставшиеся слоты. Затем переходим вот в этот сбрасыватель и здесь мы размещаем предметы. Причем помещать сюда надо как стакающиеся, так и не стакающиеся предметы. Чем больше здесь не стакающихся предметов, тем выше шанс у игрока выиграть наш приз. Ну и конечно же все предметы должны быть разные. Давайте заполним это вот таким образом. В данном случае у меня шансы почти половина, что игрок победит. Ну и вот в этот сбрасыватель мы помещаем наши призы. Допустим это будет стак шерсти. В принципе наш механизм уже готов к работе, но можно его немного доработать. Давайте добавим сюда звука. Для этого мы берем звуковые блоки, нотные блоки, размещаем один вот здесь, под ним поместим стекло. Это у нас будет кликающий звук, который будет означать, что игровой автомат принял наш жетон и начал работу. И вот здесь, вот в этом месте мы помещаем еще один звуковой блок. Настроить его можно по вашему вкусу и работать он будет на два соседних механизма, если это необходимо. Ну и конечно мы можем добавить еще хоппер и сундук вот здесь наверху, чтобы расширить запас наших призов, которые мы будем выдавать игрокам. Ну и теперь давайте попробуем понять, как данный механизм работает. В первую очередь вот сюда игрок помещает игровые жетоны или посторонний предмет. Когда игрок нажимает на кнопку, один предмет передается в этот хоппер и одновременно блокируется сигналом вот отсюда. В том случае, если это не жетон, а посторонний предмет, то ничего не происходит и он возвращается обратно. Если же это был правильный жетон, то вот эта часть схемы затягивает вниз и помещает вот в эти сундуки. В общем-то вот это, это стандартный фильтр предметов. Я о нем уже рассказывал, поэтому повторяться не буду. Если кто не знает, ссылочка будет на экране. То есть предмет попадает в сундуки, где хранится наш заработок. Параллельно вот здесь возникает сигнал. Он запитывает нотный блок, который показывает, что система заработала и также доходит вот сюда. Активирует таким образом вот этот сбрасыватель. Данный сбрасыватель это рандом-генератор. Он выплевывает один произвольный предмет. Если этот предмет стакающийся, то здесь возникает короткий сигнал и ничего не происходит. Если же это предмет не стакающийся, то сигнал будет длинный. Это означает выигрыш. Запитается вот этот нотный блок и параллельно запитается вот этот сбрасыватель, который выплевает приз нашему игроку. Ну и одновременно, конечно же, запитается лампа. В любом случае, механизм достаточно простой. Надеюсь, что он вам понравился. А на этом на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Не забывайте оставлять ваши комментарии, оценки, подписываться на канал. Пока!